Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у нас посылка Ивановского трикотажа с интернет-магазина Василек. Мы очень любим этот интернет-магазин с мамой. Там, кстати, появилось очень много новинок. Так что, девочки, заходите, смотрите. Ссылки на весь товар я оставлю вам внизу в инфобоксе. Да, мама? Мама уже распаковывает. Пока нас не было, тогда понаприходило у меня много посылок. Вот, так что сейчас все покажем. Это тебе, да? Это тебе, красота. Маечки. Нет, это нижнее белье. Мама думала, что это маечки. Я вижу парюшечка. Думаю, надо же. Это мамины нижнее белье. Она, кстати, маме очень понравилась. В прошлый раз она заказывала. А они разные. Так разные. Ты мне разные заказала? Да, я же тебе говорила, я тебе разные бросила. Хорошо. Но это не надо. Я просто покажу, они же чистые. Ну, новое белье. Мама, что ты? Угу. Вот. Они маме в прошлый раз белье вот это очень понравилось. Вот мама заказывала 54-56. Бамбук. Да ладно. Бамбук. А, ну, кстати, да. А я смотрю, думаю, я почему и говорю, что это, думала, что это твои маечки. Потому что по качеству-то. Вот, я потрогала, думаю, твои маечки. А это, кажется, трофеля. А это нет, это не бамбук. А это уже хлопок. А это уже, да, это уже такой вот хлопок. А это вообще, слушайте. И она, видите, как сделана так вот под животик, вот эта часть. Да, то, что мне надо. Вот, то, что мама. Как бы лично. Как раз, да. Мама, кстати, стирала много раз, ничего с ними не произошло хорошее. И цена вообще как бы отличная. Самое интересное, что вот это не вытягивается. Вот эти я не знаю, но до этого были, они не вытягивались. Это обычно постираешь, и все волнами пошло, брюшечками. Да, а здесь такого нет. Так что маме очень понравилось. А здесь, смотри, правильно. Видишь, а здесь вообще она затянутая. 54, 56, смотри, это 54. Слушайте, а разница совсем другая. Может быть, они не то, что вытягивают? Ну, это модель другая просто какая-то. Нет, они вытягиваются просто. А это тоже вытягиваются. А-а-а. Вот они все. Да, эти больше вытягиваются, потому что из-за... А эти поменьше. Да? Да, это какие-то... Ну, ладно. Один. Ну, это тебе на похудение. Да. О, вот еще. Так. Это вообще, в принципе, я делала заказ этот в Васильке за полотенец, потому что они мне очень понравились. И, в том числе, мама мне тут напомнила о том, что мои мужчины... У нас... Мы ставим бассейн такой обычный, надувной здесь у нас летом во дворе. И они у нас таскают обычные банные наши полотенца. Вытираются. И потом эти полотенца могут валяться на траве, на земле, где угодно. Собака на них лежит. Собака на них полежит потом, да. То есть полотенца... Ну, сколько раз купаются, столько раз новые полотенца все перетаскиваются. Да. Прямо вот и пошли туда. Да. Мама мне напомнила, она говорит, возьми им какие-нибудь. В общем, я им взяла. Но это вафельные полотенца. То есть это не махровые. Да. Это вот... Это такие, да. Я просто... А-ля спецназ. А-ля спецназ, да. Это младшим. Два одинаковых. Ну, чтобы они знали, что у меня лежало. Вот это ваше полотенце. Да. Для бассейна. Потому что, ну, жалко обычные полотенца. Потом, представляете, земля-трава, особенно если и белое полотенце... Не белое, там, светлое какое-то полотенце. Еще сверху собака ляжет, которая тоже умудрится где-нибудь искупаться. А там у нас еще мелкий песок, который прямо вбивается. Да. То как бы полотенце на выброс. Да. Между прочим, ты же машинки стираешь, это все засорится. Да. В общем, вот второе такое. Ну, это вафельное, обычное такое. Вафельное, да. То есть как типа кухонного полотенца. Вот спецназ, знаете, как здорово сделано. Ага. Ну, то есть он... Это в разделе банный кухонный. Я вам ссылки все оставлю. Это что? Да, это да. Это посмотрите. Это вот как раз вот для таких целей отлично. Ну, кстати, для тех, кто любит баню, тоже отличный вариант. Оно, видишь, такое маленькое. Да не совсем оно маленькое. Я имею в виду того, что если его сложить, много места не снимает. Да. И 150 на 80. А те, ты, по-моему, 140. 140. На 70 ты брал. Ну, вот они там тоже есть. Так что... Сейчас дай мне до чем. А это мужик. Ну, это мужчина, это святое дело. Да. Доллар в кармане, доллар на груди. Это вот классно, девочки. Да. Ну, это вообще просто. Еще евро было бы, вот доллар, евро. А там, кстати, по-моему, было евро. Или рубри. Нет, я просто имела в виду доллар, евро, доллар, евро. Доллар, евро. И можно русские рубри там пять. Какие у нас там большие? Пять тысяч, да? Или десять уже есть? Нет, пять тысяч. Пять тысяч, да. Вот это вообще. Это вот прямо душу греет. Да. Не полотенца так рисунок согреет. Да. Да, это обычные такие, как... Доллары. Да. Десят на восемьдесят. Просто классно. Да, вот для этих целей, вот эти полотенца... Это маленькая тематика. Да. Так, а это что-то? Это мое. Мое, да? Да. Ой, люблю горошек. Боже мой, какой качественный. Боже мой. А мне? А что, на меня не было таких? Это комбинезон. Ах, комбинезон. Нет, это нет. Это как... Я думала, что... Я когда маме его показала, мне мама единственный вопрос мне задала. Как я буду ходить в туалет? Ну, так вот снял и все. А ты же ходила, была тогда. Помнишь? Да, у меня был такой комбинезончик цветочек. Вот такой. Ну, это ладно, померю потом, покажу. Вообще. А качество-то, боже мой. Да, это, наверное, вискоза, да? Это да. Сейчас посмотрю я. Слушай, тебе право, да? Вискоза, девочки. 42 размер. 42 размер. Вледешь? А вледешь? Турция. Турция вледет сюда? Мама говорит, если я толстая. Толстая, толстая. О, слушайте, а качество... А ты представляешь, если бы юбочка была бы такое бы? Красота какая. Это мая? Да. Да, это мне. Дай мне тут открывать. Ой, я даже задерживаю. Как мне понравилось. Как мне понравилось. Ой, даже. Ну, это вот лично. Это лично. Это мне под халатик. Да, помните, мама у меня заказывала такого же цвета халат? Такой банный. И вот она решила, что еще нужна такая... Да. Симпатичная сорочка. Вот такая красота. Ну, крылышки, то есть этого нету. Вот этих нету. Рукавчиков, крылышки. Ну, да. Я тут все хотела... Фланелевые. Ну, ты мне отговорила. Так фланелевые. Ну, как? Не знаю. Жарко же. Сама пушка. Вот ты мне так и говорила. Так, ну, вот это давай посмотрим. Это у нас больной вопрос. Старые полотенца в серебром на тряпке. Да, мы, кстати, вот старые полотенца, которые вот сейчас я заказала, тут куча разных полотенец, а старые полотенца я, мы их, точнее не я, мама, режем на тряпочки для уборки на кухне и не только на кухне, для уборки машины дома. Уже два этих лежат полотенца, если они когда-то, когда вы уехали там. Да. Мама их просто вот так нарезает и прострачивает край. Да, я обрабатываю края и все на машинке. Они недолго не залеживаются, вот так, туда-сюда, туда-сюда и все. И как на улице, а там уже все. Там масло, там уже не отстирать ничего. Хотя мужчины говорят, что можно отстирать, не-не-не, там уже все. Там уже, даже если постираешь, она пахнет. А это вот. Да. Это снова, что у нас? Туркменистан. Это горчичный цвет. Да. Красивый. Туркменистан, да? Туркменистан, да. Туркменистан. Туркменистан, да. Мне одна моя подписчица написала, что я прям гордость распираю. Ну, действительно, классное полотенце, вот. Нет, она написала, это самое, ты говорила, что она написала, что у них на импорт идет, самый лучший хлопок, поэтому они такого качества. Вот, так что да. Да, они напоминают бамбуковые, конечно. Очень напоминают. Цвет хороший такой, нейтральный. Так. Там еще такой же милкой не будем открывать. Да, вот еще. И другого цвета. Еще точно такой же. Вот я беру вот эти 70 на 140. Крем-броле называется цвет. А это такие? Да, как мороженое. А вот эти вот 150. Да, то есть побольше. То есть они побольше. 150 на сколько там они? На 80, по-моему. Ну, что? Вот, а это вот шоколадка. Тоже девочки. Туркмени. Да, тоже очень классное полотенце. Они как раньше китайские были, такие вот. Не этот Китай, а вот я когда была маленькой. Маме подарили это китайское полотенце красивое, там. Было настоящие. Ну, настоящие китайское. Не то, что сейчас ты имеешь в виду, да? Да. Там, да, там были хорошие. Ну, девушки, вы все помните, которые в таком возрасте такие были. Термосы были с этими цветочками, с магноли, там, с этими сайстами. Еще было такого производства промышленного. Было не достать. И вот еще одно, такое же, такого же цвета. Этот цвет у нас получается кофейный. Ну, я говорю, будет. Ну, да, очень приятно. Я как-то светлое решила, нет, не брать полотенце. Так. Вот. Это вот такое вот. Это необычное. Для меня это было необычное. То, что Наталья заказала. Вообще, это было, я привыкла, розовая рюшечка, а здесь, тадам, товарищ генерал. Товарищ генерал. Мама. Нет, ничего. Вот. То есть, товарищ генерал. Нет, я серьезно говорю, для меня это было настолько необычно. То есть, вот она, когда пришла, я показала, мама, я вот еще вот это хочу. Я была в шоке. В полном смысле. Потому что я сидела, я так, я даже не знаю, как реагировать. Сихнуть было, или же, так сказать, доча. Доча. Товарищ генерал. Да. Мама. Ну, че уже. Вот. Ну, да, мне понравилось. Это такой кардиган. Вы понимаете, ей понравилось. Розовая рюшечка и это. Нет. Да, это надо мерить, девочки. Это на ней надо смотреть. Это без комментариев даже. Я не могу ориентироваться, потому что для меня это необычно. Опа. Так, следующее. Черненькое. Или синенькое. Да. Вот. Это открываем. Вот, наверное, брючки какие-то. Это брючки. Это брючки. Это брючки. Это брючки. Да, это мужские брючки. Да, вот мужу взяла еще. Еще одни тоненькие, да. Это тонкий хлопок, девочки. И я взяла, какой это размер я взяла? Не знаю. А вот есть в ровках это штаны. 54-й. 54-й, да. 100% хлопка написано. Но они маломерят, вся мужская одежда маломерит, я так понимаю. Ну, судя по... Хотя эти, может быть, и нет. Ну, да. Я не знаю. Ну, я беру на размер больше мужа. Да. Так что... Это домашняя одежда, чтобы свободно было. А вот еще, кстати. А вот еще. Да, вот еще одно полотенце. Да. Точно такое же, кофейное. И вот такая вот. А это что-то такое вот. Это я нам с мамой заказала носочки. А ты что-то мне говорила про носочки. Я так и не поняла, что это такое. Это что-то такое. Посмотрим. Какие-то такие вот, такие вот. Ой, не открыть. А на открыть. Я не поняла, что это такое. Сейчас мы посмотрим. О! Ты мне говоришь, какими-то тапочками. Я думала, они все будут. Ничего, нормально. А ты открывай, конечно. Так, где-то надо найти. Упаковывай-то хорошо, Наташенька. Ух ты. Какие-то маленькие. Они вытягиваются, да, доча? Ну, должны, да. Это носочки а-ля следочки. А, это чтобы не натирали. Да, это вот кто там, допустим, кроссовки. Сейчас я одену и все покажу. Вот так вот это дело выглядит. Это носочки а-ля следочки. Я не знаю, для тех, кто может быть, вот, кроссовки. Или вы любите такие тапочки какие-то одевать, но не хотите на голую ногу. Вот такие вот, получается, носочки. Очень классные. Они тянутся. То есть, они идут чисто вот на, как показать, чисто на пятку. Ну, подошел, молодец. Вот, вот так вот оно выглядит все. А здесь красиво, если открыть этот сон. Да, а здесь, может быть, если, допустим, какие-то, не знаю, там, ну, не туфли, конечно, но что-то... Так что вот так вот это выглядит все. Мне кажется, они маловаты. Ну, почему маловатым? У меня тридцать девятый размер. Это идет, вот, тридцать шесть, сорок один. Называется Кушан. Восемьдесят пять хлопок, пятнадцать спандекс. Да. Нет, ты сними, нет, ты сними вот этот кардиган, сними. Ну, я вначале кардиган хочу снять, а потом этот самый. Темный не видно. Темный? Вот туда подвинься, вот туда, дочь, еще. Вот так вот. Ну, он темный какой-то, защитный. А, у тебя, видишь, да, капюшон у тебя необычный, он такой вот, не монашеский, а такой вот. Ну да, необычно, конечно. Где ты говоришь, дежурная? Дежурная ПВО. Связистки, связистки, которые, знаешь, вот эти, коммутаторы. Девушка, соедините меня, пожалуйста, с Кремлем. Один, два, три. Ну, в общем, это такой плотный тоже хлопок. Именно хлопок плотный. Мне кажется, что прикольно. Ну, прикольно это, да. И здесь вот такая вот штучка. Лампаса. Под этот, под Гучей, по-моему. Нет. Да, у Гучи есть такое, этот, как это? А в конце звездочка генеральского туда. Это не звездочки, это эти, жуки. Жуки? Да, это жуки. Ну, это тем более спецназ. Так это не жуки, это ВДВ. ВДВ. Ну, вот скоро будет день. ВДВ, а там все, там ВДВ, там и зелененькие полосочки погранцы. Там все, там смесь. Что с таким капюшончиком? Ой, с ним без застежек тоже. Кармашки есть. И еще сзади написать, люблю Родину. Мама. Что мама? Что мама? Вот комбинезон. Да. Ну, мама говорит, что после Турции в таком нельзя ходить. Нет, перед ним нет. Что? Нет, хорошо. Качество, конечно, безумное. Да, тоже. Смотри, он даже блестит. А просвечивает. Что просвечивает? Том. Может быть, она просто облегающая? Нет, у меня там белье такое, не бежевое. Какое-то у меня значение. Ну, нормально. Хорошо. Так что вот такой вот еще. Ну, он, кстати, да, качество очень классное. А он такой, он даже блестит, как шелковый. Да, вот этот комбинезончик я прямо очень сильно рекомендую. А это какой у меня размер? Это вот даже лифчик не видно. Смотри, как здорово. Да, то есть здесь вот это сделано, а завязка, что можно с дольем носить. Давай поближе я покажу. Вот такая вот интересная завязочка. Можно стягивать, да. А вот тут надо завязать, потом я постираю. Вот. А здесь спереди просто. Да, видите, она настолько тоненькая, что даже... Можно и на большую грудь. Да, ну, в плане того, что... Пару раз в Турцию съедете? У меня грудь не растет, у меня только живот растет. И вот мамина... Уговорила. И вот мамина ночная сорочка, да, она в Америке, конечно, не хочет. Но она потому что еще такая, как бы тоненькая, прозрачная получается. То есть, видите, вот, мама одевать уж не будет. Но как раз это у тебя какой размер? Это у тебя... Беспонятие. Вот, 58 размер, но маме вот как раз. Да, она хорошая. Даже свободненькая. Она со сборочкой. Да, вот здесь вот что. И эта самая кокетка, хорошо, что бывает вот так вот, а все остальное там. Да. Есть такие вот. Да, и еще то, что сзади нет вот этой... А самое главное, что сзади тут тоже нету, это самое... Нету, вот здесь бывает кокетка и присборено. Да. Так быстро летят рубашки, вообще. Начинается идти петля, опускается, начинает рваться. Начинаешь втопать. Это жутко, конечно. Да, поэтому вот мама не любит когда... И трикотаж есть трикотаж. Да. А ну, морские. Мам, такой цвет тоже хороший. Да. Ну, добрый порог, я в порог. Вот такой у нас был с мамой заказ. Вот этот костюмчик маме моей очень понравился. Не костюмчик, а комбинезончик. Так что вам рекомендую. Ссылки все я оставлю внизу в инфобоксе. Переходите, смотрите. Тоже заказывайте, потому что нам очень нравится. Мы рекомендуем с мамой. Ну, и на сегодня я буду с вами прощаться. Всех люблю, целую. До новых встреч.